В городе зарегистрировано 1108 случаев коронавирусной болезни, из которых 158 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. Все жители Одессы. 33 пациента находятся в тяжелом состоянии. В отделении реанимации находятся 4 человека, 1 на СИПАП. Без ЭВЛ. 122 пациента в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии 2 пациента. По возрастному составу от 0 до 6, 3 пациента, от 18 до 30, 13, от 30 до 55, 55 пациентов, старше 55, 87 пациентов. Всего в выздоровших от коронавирусной болезни зарегистрировано 488 человек. Процент выздоровления в городе на сегодня составляет 44%. По состоянию на третье в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находятся 240 пациентов с пневмонией. В инфекционной больнице находятся 206 пациентов с подозрением на COVID-75. 433 пациента из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Летальных случаев 23. На прошлой неделе зарегистрировано 3 летальных случая коронавирусной болезни. Больная 87 лет, инсульт, сердечно-сосудистая патология. Мужчина 62 года, сердечно-сосудистая патология, умер от тромбоза. Женщина 83 года, тяжелое состояние сердечно-сосудистой системы и гидроторокс двухсторонний. По состоянию на третье, для размещения пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19, задействованы 6 отделений инфекционной больницы, в которых находится 147 пациентов, представленных на слайде. Также представлено количество занятых отделений. 29 июля в 15.50 в инфекционной больнице вследствие технических неполадок на 3 минуты произошло отключение системы высокопоточной кислородной терапии в связи с повышением нагрузки, которая вызвала переключение на резервную систему для проведения заполнения клеоцилиндра. Однако возникновение данной ситуации никаким образом не сказалось на пациентов, на их здоровье, потому что в больнице достаточно кислородных концентраторов, которые полностью могут компенсировать подобное краткосрочное отключение и все перебои в работе системы кислородообеспечения. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Всего выполнено 7060 экспресс-тестов, получено 310 положительных результатов. Тестов ИФА 9822, из них М 5394, положительных 552, включая инфекционную больницу, Г4 1428, положительных 170. Всего взято ПЦР-исследований 11209. Департаментом образования, труда и социальной политики согласован порядок обследования и количество сотрудников, подлежащих тестированию методом ИФА. Начало проведения тестирования 5 августа. Продолжают работы три мобильные бригады, Центра неотложной помощи для проведения на дому тестирования быстрыми тестами и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящихся на амбулаторном периоде лечения. За весь период проведено 4135 исследований на COVID. За последнюю неделю ПЦР-тестов 512, экспресс-тестов 25. Состояние на третье. С начала карантина, под наблюдением семейных врачей, в Центрах первичной медико-санитарной помощи передано 2685 человек, из которых закончили наблюдение 2268 человек. За неделю сняли самоизоляцию 318 человек. На сегодняшний день на самоизоляции под наблюдением семейных врачей находится 369 человек, у которых заболевание протекает бессимптомно и в легкой форме. По вашему протокольному поручению относительно смерти пациентки жительницы города Ивана Франковска совместно со специалистами областного лабораторного центра проведено эпидрасследование. Установлено, что умершая приехала в Одессу 14 июля 2020 года, проживала на съемной квартире в частном доме по улице Кречесая, 47. Специалистами лабораторного центра по данному адресу была проведена дезинфекция. Хозяйка дома осмотрена специалистами семейного центра, 18. 29 ей проведена ПЦР-диагностика и получение результатов находится на самоизоляции под наблюдением семейного врача. Согласно постановлению Кабинета министров Украины номер 641.22 июля 2020 года об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызваны коронавирусом с 1 по 31 августа. В зависимости от эпидситуации региона, в целом или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Уровень эпидемической опасности устанавливается по результатам оценки показателей, определенным решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые размещаются на официальном информационном портале Кабинета министров Украины. Согласно имеющих показателей, с 1 августа в Одесской области присвоен уровень опасности зеленой. Основной области коронавирусной болезни в детском доме «Жемчужинка». С момента выявления заболевания на COVID-19 у воспитанников и сотрудников детского дома «Жемчужина» до настоящего времени дети находятся под постоянным наблюдением медицинской службы города. 16 июля дети ежедневно осматривались врачами-инфекционистами, врачами-педиатрами детской городской поликлиники номер 6. Шестеро воспитанников с клиническими проявлениями заболевания прошли курс стационарного лечения в детском отделении городской инфекционной больницы. На сегодняшний день в детский дом вернулись все дети в удовлетворительном состоянии. Пятеро на выписанной из больницы 25 июля, шестая воспитанница 30-го. 29 июля 31 воспитанник и 52 сотрудников детского дома было проведено очередное контрольное тестирование методом ПЦР. В детском доме продолжается режим изоляции до получения результатов обследования. К сожалению, прогноз дальнейшего развития эпидситуации по COVID-19 в Одесской области неблагоприятный. Анализ заболеваемости показывает за июль 2020 года и предполагает дальнейший рост количества заболевших коронавирусной болезнью в августе, соответственно, и рост числа госпитализированных. В ближайшие недели в городе Одессе ожидается рост числа заболевших в арифметической прогрессии. Мы получили достижение тысячи случаев, и уже заболевание на этой неделе возросло свыше тысячи случаев, уже у нас тысяча восемь случаев. При сохранении июльской тенденции роста числа заболевших за август ожидается дополнительный прирост более чем на тысячу заболевших. Аналогичная тенденция ожидается по количеству госпитализированных с COVID. За следующий месяц ожидается приложь числа госпитализаций за день более чем вдвое, а общее число госпитализированных в инфекционную больницу может достигнуть более двухсот. Учитывая высокий процент загруженности, 62,2% коечного фонда инфекционной больницы, ведутся плановые подготовительные работы по развертыванию на базе 5-й ФКБ по адресу Лидерсовский бульвар отделения для лечения ургентных больных с пневмонией на 60 коях, в том числе 6 реанимационных. Подготовлен организационный приказ, разработан клинический маршрут движения пациентов, включающий госпитализацию и проведение КТ-диагностики, тестирование методом ПЦР с последующим определением учреждения для дальнейшего лечения при положительном результате в инфекционную больницу, при отрицательном в другие стационары города. Проведено выездное рабочее совещание руководства Департамента здравоохранения совместно с лабораторным центром МОЗ Украины по организации противоэпидемического режима зонирования инфекционному контролю. Проводятся работы по подготовке помещения путем разделения на красную, желтую и зеленые зоны. Учреждение обеспечено всем необходимыми средствами индивидуальной защиты, которые впоследствии будут пополняться, исходя из возникшей потребности. Сегодня, 3 числа, на благотворительной основе будут установлены два Ю-бокса с дезинфицирующими растворами для аэрозольного обеззараживания одежды, обуви персонала больницы от возбудителей инфекционных заболеваний, вирусов и бактерий. Согласно вашего указания, у Департамента здравоохранения на постоянном контроле находится вопрос материального поощрения медицинских работников, занятых лечением больных с острой респираторной вирусной инфекцией COVID-19. В течение 4,5 месяцев, 13 марта, медицинские работники пяти городских учреждений, городская инфекционная больница, 10-я, городская детская больница, номер 3, роддом и городской центр неотложной медицинской помощи проводятся поощрительные выплаты из бюджетов всех уровней. В рамках программы медицинских гарантий два учреждения, 10-я и 3-я больницы, заключили пакеты на COVID-19 с НСЗУ. При этом выплата средств за апрель месяц была произведена только в июле. Общая сумма поощрительных выплат за указанный период составила 38 млн. 361 тыс. грн. Из них за счет государственного бюджета субвенция за март и средства НСЗУ 14 млн. 747 тыс. грн. Из областного бюджета 12 млн. 611 тыс. грн. Из бюджета города Одессы 11 млн. 0,2 тыс. грн. В общей сложности проведено более 5 тыс. проплат, в том числе КП «Городская клиническая инфекционная больница» 4 тыс. 127 случаев на сумму 33 млн. 394 тыс. грн. Таким образом, средняя заработная плата медработников инфекционной больницы у врачей в зависимости от категории составила от 27,9 тыс. грн. до 37,5 тыс. грн. Средних медработников 27,5 тыс. грн. У младшего медицинского персонала 19,6 тыс. грн. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова